Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очень важный день. Мы, несмотря на всякие слухи о том, что наше очень сложное заведение, особенно в наши непростые времена, и взявшие такие серьезные для себя задачи, как изучение марксизма и ленизма, три источника, три составных части, и с учетом того, что сейчас ни один университет в России этого не делает, вот мы, скажем, когда работали в университете вместе с Александром Сергеевичем, мы еще преподавали, там была политэкономия, философия, но научный коммунизм выбросили, может, и к счастью, потому что такой науки нет. Как это ни парадоксально, вот у меня докторская степень по научному коммунизму, но вы у Маркса, у Энгельса, у Ленина слова научный коммунизм никогда не найдете, просто нет. Ну вот это такие, так сказать, были малые гримации, а сейчас, так сказать, он не запрещен марксизм. Время от времени публикуют что-нибудь марксистское, или псевдо-марксистское, или близко-марксистское, но на сегодняшний день вот наш Красный Университет над всеми этими попытками, мелкими попытками, иногда хоть что-нибудь такое тяпкнусь марксистское, так сказать, возвышается, как очень такой мощный континент. Вот, поэтому я приветствую Александра Сергеевича, значит, приветствует вас здесь, как тех, во-первых, тех, кто уже прислал, во-вторых, тех, кто сейчас смотрит, и, естественно, он пришлет еще. Нам сказал Валерий Александрович, что если вы даже пришлете до 1 февраля, то это еще, так сказать, попадет в зачет. Почему? Потому что у нас, так сказать, каникулы объявляются после этого, и начнутся занятия только в феврале, в Красном Университете. А весь этот период, если кто-то хочет серьезно заниматься и подготовиться, а тут у него были какие-то трудности, ну, вот он может это все реализовать. Значит, у нас есть поступивший по электронной почте из самых разных городов и весей материалы. Они сейчас в руках у Александра Сергеевича, они у нас уже зафиксированы. Товарищем поставлен зачет, ни одного не нашлось, которому бы вы не поставили зачет. Хотя замечания были, и, наверное, Александр Сергеевич скажет об этих замечаниях. Так что мы поступим таким образом. Александр Сергеевич сейчас начнет информировать о кого? Тех, кто здесь присутствует, и тех, кто присутствует у экранов своих вычислительных машин или телефонов. Те хотят знать, как оцениваются, какие идеи, какие мысли, и что по этому поводу говорят экзаменаторы. Экзаменатор у нас квалифицированный Александр Сергеевич Казенов, доктор философских наук, профессор, действительный член Петровской Академии наук и искусств. Вот он не только работал профессором, он был и деканом экономического факультета в Ленинградском государственном университете, который в Пушкине. Кирни только не был. И деканом. И следующим кавидом. Да, доедущим кафедрой философии социальных коммуникаций. Я к нему ходил, попросил у него мне там какие-то дать бумаги, чтобы мне легче было потом преподавать и так далее. Потом он у нас был в Политехническом университете профессором по кафедре права. Короче говоря, все какие науки есть общественные, все науки... Я изучил, превзошел. Да, так что... Ну, хоть обо мне-то. Нет, ну я потом скажу, что неизвестно кто тут. То есть, а пришли какие-то двое. Да не знаю, на этих сетях. У меня путь аналогичный, только у меня прибавляется еще с одной стороны математика. Я математик по своему образованию. Потом кандидатская по политэкономии по применению математики. А докторскую я получил ни разу, не преподавая, ни на одном факультете, ни на курсе, ни месяц, ни год, ни сколько. И только когда я получил уже докторскую по философии, я стал преподавать философию в Санкт-Петербургском университете. Вы последний научный коммунист. Да. И я горжусь этим, горжусь, что этого больше не будет. Потому что... Потому что научный коммунизм выдумывал суслу. Так, ну вот, пожалуйста, слово, Александр Сергеевич, вам. Да, я думаю, что вы уже все сказали, Михаил Васильевич. Я бы конкретно по работам назвать и сказали. Да, мне остается сказать, что это уже мы преподаем какой, 12-й? Не меньше. Год. Работаем на 12-м выпуск. Прошли большой путь. Но ошибки, значит, повторяются старые. Значит, был какой-то период такой, когда нам слали такие научные статьи, работы и даже, значит, такие философские произведения. И мы их не могли даже и прочесть. И мы их не могли ими овладеть. Поэтому мы, товарищи, убеждали, что нужна некоторая лаконичность. Строго по вопросу. И желательно так это высказать определения какие-то конкретные, которые есть в науке, и свое отношение, или краткие комментарии. Ну, примерно на страничках. Но для некоторых эта просьба, она превратилась в такой сугубый лаконизм. И вот шедевр на эту тему мы теперь на этот, в 12-м году получаем. Но город не обозначен от того пришел. Кириллова Надежда Викторовна. Ни адреса, ни электронного, ни города, откуда это пришло. Полное имя человека Кириллова Надежда Викторовна. Ответ на девятый вопрос. Капитал есть самозрастающая стоимость. Где деньги? Товар деньги. И ничего не поспоришь. Да, и не поспоришь. Зачет. Все правильно? Да. Собственно говоря, надо ставить за счет. Давайте мне, которые вы рассказали, я буду их откладывать. Вот. Но это супер какой-то лаконизм. И уже такой переходящий, или перешедший. Чтобы вы быстрее пришли домой. Без ответственность. Нету ни адреса электронного, ни города, откуда это пришло. Значит, предложение, даже определение. Оно где-то начало правильное, но в принципе, ну это какая-то такая каша. Кратко, кратко же, сестра таланта, а не талант. И это каша в голове. И талант. А мы-то как раз главная наша задача – это чтобы человек преодолел эту кашу в голове и навёл какой-то элементарный порядок. Сегодня с этим, ну, национальная проблема. Это проблема всего населения, всего народа, всех классов, всех политиков, всего государства. Вот выборы начинаются. Значит, КПРФ выдвигает кандидата и начинается. А как же он? Он же не коммунист. Да он вообще из другой партии. Да он уже, значит, говорит, что он за президента. Тогда какой смысл его, значит, выдвигать кандидата в президенты? И всё это разумные, реальные вопросы. Они говорят только о каше. Значит, во-первых, у Зюганова, во-вторых, у Зюгановцев. В-третьих, у тех, кто это спрашивает. На все эти вещи у народа, который занимает вот эту информ-сцену, должен быть порядок в голове. Вы должны понимать, о чём вы говорите. А чтобы понимать, нужно иметь понятие. А для этого поступать в Красный Университет. Да, а для этого изучить классиков. Но классики – это наивысшие достижения, которых мы преподаем, наивысшие достижения человечества. Стало быть, это сложнейшие вещи. И без наставников, вот такой вот человек, даже нынче получивший высшее образование, он не разберётся. Ему нужны наставники. И в Красном Университете такие наставники есть. Причём мы этим занимаемся не первый год, мы этим занимались всю жизнь. А в последние годы занимаемся этим на общественных началах, за даром. Потому что понимаем, что без этого Отечество не только не вырулить из того колониального положения, в котором оно находится, а, возможно, её вообще не удастся сохранить, если у людей каша в голове, даже у таких. Каша, она преодолевается определённостью. Определённость выражается в понятиях, из которых и состоят теории. Чтобы разобраться в проблемах, нужна теория. Не от себя тина, не моё мнение, а теория, понятия, преодоление каши вот этой в голове. Ну и, конечно, значит, товарищ, о котором я говорил, да я её положил. Это, конечно, крайний случай. Но есть и другие, которые тоже, значит, ну, излишне лаконичны. Причём лаконичность, вообще-то, это хорошее свойство, идущее от лаконцев. Это называют, это по стране лакония или спарта древняя греческая. Там призывали, значит, выступаешь ты, должен выступать кратко, по существу. И это хорошее свойство. Но я говорю, не до такой степени. Значит, вот Бабин Андрей Владимирович, город Екатеринбург. Вопрос 17. Момент остановления. Тоже два, две строчки, одно предложение. Становление включает в себя следующие моменты – возникновение движения чистого ничто к чистому бытию и прихождение движения чистого бытия к чистому ничто. Но с этим предложением можно согласиться. Это, в общем-то, правильно. Но это говорит о том, что Андрей Владимирович тоже, он не дошёл до такой нашей определённости университетской, научной, политической, серьёзно политической. Значит, это всякий почти вопрос, особенно наш вопрос, он требует определения. Скажем, момент становления. Начать нужно с определения. Что такое становление? Становление и движение бытия и ничто друг друга. И мы мыслим это, вмысливаемся в него, в это определение. Движение бытия и ничто друг друга. И мы его рассматриваем. Стало быть, в этом движении одно есть движение – переход бытия в ничто, и другое – друг друга. Значит, и ничто тоже переходит в ничто. Мы это видим мысленно, не образно. Образность нам помогает. Но работает здесь не образ, а понятие. В понятие вы вымысливаетесь. А значит, они переходят друг к другу. И вот эти переходы называются, значит, возникновение и прихождение. То есть само определение понятия вас как бы толкает к ним, к этим возникновению и прихождению. А так получается, что товарищ этот запомнил и выстрелил. Момент становления. Момент – это вот становление включает один и другой. Это ведь идея из какого-то цельного произведения. Поэтому вот это надо иметь в виду, что это все опосредствовано. То есть откуда это взялось, как это взялось? И поэтому же вторая такая ошибка здесь. Движение чистого ничто к чистому бытию. Значит, есть чистое бытие, есть чистое ничто, а от него, от одного к другому, к нему движется что-то третье. Идет, и не дойдет. Третье. Да, и неизвестно. Дойдет, и не дойдет. Потому что движение и исчезновение одного к другому должно быть. Движение, исчезновение одного к другому. Или переход одного к другому. Тут не к, а ничто движется и переходит в бытие. Бытие движется и переходит в ничто. Оно само. Мы как бытие переходим в ничто сейчас. И когда-то перейдем лет через 60-70. Но это не скоро будет. Уже скоро. Да. А сейчас мы уже переходим. И все переходит. Уже сейчас оно переходит. Это движение. Поэтому эти категории нам и помогают мыслить сегодняшние. Мы мыслим как. Сейчас должны мыслить. И понимать, что. Вот этот режим современный путинский, он переходит в ничто. Его не будет скоро. Но другое дело, что он не сам переходит или не только сам и так далее и так подобное. Но суть здесь, мир здесь, направление мышления здесь. И если кто этого не понимает, тот ничего и другого. Очень не понимает. У него есть там какие-то образы. Серьезного мышления нет. Это я специально вот с лаконичных товарищей начинаю. Кириллов Дмитрий Андреевич тоже излишне лаконичных. Вопрос 21. Определение, определение. Качество, которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нём бытие, называется определение. Да, правильно. Это вот он нашёл Гегеля или услышал у нас, законспектировал и перевязал. И не рассказал, что такое в себе, что такое в себе, и не представьте задачу, он свою выполнил. Вы хотите определение, определение, вот вам определение, определение. Значит, всё правильно. И что такое сущница находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. Я думаю, что вряд ли он ответит на вопрос, а что такое единство с моментом в нём бытия. Кто хочет сказать, что такое в нём бытие в момент? Такое в себе бытие, которое противостоит бытию для иному. Она не противостоит, она выходит к иному, наоборот. Вот у него название такое обманное, в нём бытие, оно спрашивается. Но оно может только тогда быть в нём бытие, когда оно выходит. Если оно не выходит, нет этого движения внутрь. И изнутри нет. И нет в нём бытия. То есть определение – это у Гегеля чёткая логическая конструкция. Вот что такое определение в логическом смысле, в сути. Но, а нам-то надо понять, что товарищ Кириллов, он свободно общается с этой логической сутью. Спокойно её комментирует. Причём определение. Любое высказывание какое-то, оно в какой-то мере является определением. Скажем, Диана – красивая девушка. Вроде предложение. Это не определение. Уже предложение делали. Но в то же время в нём содержится и некоторое определение, что вот она красивая девушка. Это некоторые суждения. Вот Диана – красивая девушка. В отличие от некрасивых. Здесь звучит утверждение. Здесь мысль. И эта мысль, она определяет. Более того, значит, вы определяете кого-то. Путин, допустим, умный человек, да? Вы этим высказыванием, вы вроде определяете Путина. Но этим определением вы высказываете и определяете себя. И я, наблюдая за тем, как вы относитесь к Путину, как вы его определяете, я определяю вас, или вы определяете себя. А мы по вашему определению себя определяем вас. Как вы? Ну, раз Путин умный человек… Мы вот смотрим на эту четвёрку портретов и себя определяем. Да. Значит, вы таков, таков и таков. Значит, поэтому… Ну, конечно, зачёт надо поставить, товарищи. Я вижу, чем короче, тем больше, так сказать, времени уявляет проверяющий. Мы же за него должны товарищам-то, значит, рассказать, что такое определение времени. Скажем, сравнить полезно. Вот я, когда лекции читал студентам, я им объяснял, полезно это сравнить с аристотелевским определением, определение. Аристотель говорит. Определение – это краткая речь, речь, хотя и краткая, о сути бытия. Насколько она краткая, это как раз зависит от человека, да? И, скажем, Гегель, Аристотель, он несколько раз обращается к понятию, которое он определяет. Он даёт определение кратенькое, краткую речь. Но в процессе её развертывания он даёт ещё некоторые краткие речи, ещё определение. И в результате для каждого определения понятия определение лежит во всей теории. Скажем, что такое стоимость? Можно дать краткое определение, которое вы знаете. Но вся экономическая теория марксизма – это определение собственности. Вся теория, с её понятиями можно определить любую конкретную категорию единичную. Почему? Потому что все категории взаимосвязаны друг с другом. Все они светятся одна в другой. Все они поясняют одна в другой. Поэтому этот лаконизм, он только показывает, что человек коснулся и знает даже суть дела. И, наверное, почитал. И молодец. Но всё-таки нужно… Мы-то учимся для того, чтобы получить вот эту свободу. То есть, чёткое понимание, что такое моменты. Что такое становление. И каковы именно моменты становления. Ну и так далее. То есть, и по отношению к другим понятиям тогда возникает вот такая определённость мысли, определённость мышления. И тогда человек научается, значит, о чём-то там думать. Я бы сказал, что вот такому человеку, который вроде написал кратко, можно ведь сразу прицепиться, сказать, что это значит. Означает у вас вот это бытие, переходящее в ничто. Что такое ничто, переходящее в бытие. И моменты какие, моменты становления какие в итоге. Вот эти два. А целое какое? А целое, что собой будет представлять, в котором есть эти два момента. Что рассматривается как целое? Остановление рассматривается. Ну, может быть, это вот, значит, остановление. Значит, надо сказать, что а вот целым является остановление для этих двух моментов. А то, так сказать, вот моменты остановления. Вот так вот так. А просто готовил данный вопрос. А? Я просто готовил данный вопрос. Может быть, я тогда попробую его развернуть? Нет, мы отойдём до вас. Не беспокойтесь. Тут товарищи из других городов. Вам ближе ехать. Сели на трамваи и всё. Ну, и вот на них потопчемся, уясним чётко, чтобы не было никаких проблем, чтобы была прозрачность. Вот Гегель где-то и замечает. Понятие сводит вот эту пестроту многообразия мира в простоту понятия. Оно простое, когда оно выяснено. И тогда и жизнь упрощается мышление о жизни. И жизнь прозрачнее, виднее. Что стоит за болтовнёй там какого-нибудь товарища о новом социализме? Ничего там не стоит. Этих новых социализмов было за эти почти 200 лет очень много. Мусора лежит там, а не стоит, а лежит мусор. Да. Вот лежит, это даже лучше. Лежит именно мусор, да. Значит, Рим Эдуардовна Поротова. Город Оха. Сахалинская область. Сахалинская область. Я такого города даже не слышал. Вот есть, оказывается, такой. Тоже нам полезно это. Конечно, нам полезно. Видите тут в Ленинграде, ничего не знаете. Непонятный вопрос, какой у неё ни номера, ни название вопроса. Мы-то, конечно, знаем его, но тем не менее. Тоже она лаконична, но несколько определений так вот даёт. Выстреливает. Который тоже, значит, ну мы их проговаривали у классиков. Есть, словарях они есть. Рабочая сила – это способный счёт к труду. Ну, правильно, да, верно. Стоимость – это абстрактный труд, воплощённый в товаре. А вообще это не точное у неё определение. Потому что у Маркса это такая совокупность физических и духовных потенций, которые человек пускает в ход при производстве материальных благ. У меня может быть способность к труду. Это ещё, так сказать, не действующая, спящая рабочая сила. Но это тоже правильно. Оно правильно. Оно правильно. Но не истинное. Не говоря уж о том, что не точно. Вот точная формировка у Марса и у других есть, товарищи. Точно так же и стоимость. Стоимость – это абстрактный труд, воплощённый в товаре. Но тоже это правильно. Но тоже. Значит, абстракт не точно, никакого комментария, ничего. Это неправильно просто. Стоимость – не абстрактный труд, воплощённый в товаре. А стоимость – это сторона товара. Сторона. И его способность обмениваться на другие товары. А вот величина стоимости определяется в труду. Поэтому человек хотел покороче сделать, а получилось неправильно. Так можно голову подрубать, чтобы люди короче были, меньше места занимали вверх. Нет, я так как раз думаю, что так можно сказать. Это правильно, но не истинно. Правильно, но не истинно. Также и третье. Стоимость товара рабочей силы определяется как стоимость жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства работников и членов семьи. Тоже это правильное выражение. Но тоже вот так абстрактно выстреленная, не указывается связь или нет связи с предыдущими. И оно тоже как бы ничего не дает. И, наконец, четвертое. Заработная плата – это цена, в скобках денежное выражение стоимости, товара рабочая сила. Ну, точно так же. Заработная плата, сколько мы о ней говорим. Она у нас постоянно в центре внимания. Постоянно мы о ней дискутируем, коллективные договоры составляем, чтобы заработную плату иметь такую более-менее достойную. Но свести это к абстракции – это и значит не разбираться в заработной плате, не понимать, что это такое. Хотя выражение, ну, тоже правильное, да, можно так сказать. И зачет даже можно поставить. Мы поставим. Что бы хотелось еще услышать вопроса, что бы тогда еще стоило добавить, например, в третьей части утверждения о заработной плате? Что добавить заработной плате? Ну, вот зарплату дается денежное выражение стоимости товара. Но надо сделать так, чтобы этот ответ был актуальный. Вот сейчас что происходит с заработной платой? Заработная плата – это постоянно возрастающая, постоянно убывающая цена товара рабочая сила. Вот по факту она в нашей современной российской жизни. Силу инфляции. И наоборот, при капитализме свободной конкуренции вначале, из-за того, чтобы конкурировали капиталисты друг с другом, на ней цены снижались, и зарплата еще могла расти. А сейчас зарплата не растет и не падает. Не падает, потому что ее понижают. Это для чего Набиулина делает 13%, 14% или 15% ставку? Для того? А? У нас уже... Ну, снова, они туда-сюда ее гоняют. Туда-сюда ее гоняют. Для чего это делается? Ну, раз, чтобы получить какие-то средства, нужно отдать больше, чем 13%, ну, это значит, что коммерческие банки прибавят свои 7%, это будет уже не 13%, а 20%, а 20% означает, что вся заперта наша экономика. И поэтому, что сейчас происходит, еще другие способы, ходы финансировать там через фонд прямых инвестиций, через специальный фонд, который есть у министра промышленности и торговли. А, так сказать, взять кредит и что-то финансировать, это совершенно немыслимо. То есть, это люди, которые поставили свою цель уничтожить нашу промышленность, чтобы она не развивалась. Вот это относится к зарплате. А иначе, так сказать, зарплата должна быть живая. Мы о какой зарплате живем, говорим? Которая на Луне, которая на Северном полюсе, или которая сейчас есть, вот в это время. Значит, если человек, вот, он владеет этим понятием, значит, он что-то может сказать о современной заработной плате, правильно? Зарплата не растет, ее повышают. Она никогда не растет, ее только повышают. Если за нее борются, а если не борются, то она может уменьшаться. Нет, она может номинально повышаться, а реальное содержание ее уменьшается. И номинально нынче понижает, будь здоров. И номинально понижает. То есть, на эту тему можно говорить и писать очень много. То есть, мы же, так сказать, открыто объявляем, что цель нашего обучения в Красном Версесе, чтобы откликаться на что? На те проблемы, которые есть. Решать их с позицией трудящихся классов. Так? Так. Ну, так, хоть какие-то к этому движения надо делать, совершить. Если человек не понимает, что такое стоимость рабочей силы и заработная плата, то он не может за нее бороться. Он не понимает, за что бороться. Он думает, зарплата – это то, что дают в кассе. Сейчас даже и в кассе не дают. Короче, переведут и отстают. И бороться не надо. А борется только тот, кто понимает, в чем тут дело. Что это рынок, и что на рынке есть продавец и покупатель. И что один заинтересован в том, чтобы меньше заплатить, а второй, чтобы ему больше заплатили. И так раз это борьба, так это нужно бороться, дорогие товарищи. А так просто никто давать не будет заработную плату, тем более повышение. Вы работаете в два раза лучше, а мы вам в полтора раза заплатим больше зарплаты. Не на полтора, а в 10% вы будете заработать. И то в конце года, как премию лучшим работникам. Ну ладно, поэтому мы еще готовы будем, говорите дальше. Коптюк Антон Геннадьевич, город Санкт-Петербург, земляк наш. Вопрос 17. Момент становления. Вот здесь. Я здесь. Вот он даже здесь. Так может нам расскажете? Я начал с вопроса 20-го. Момента изменяющегося нечто. И пошел от начала. От чистого начала. Что есть чистое бытие, переходящее в ничто. Чистое ничто, переходящее в бытие. Так. Движение, становление, движение, исчезновение бытия в ничто. А ничто в бытие. Так. А куда вы идете-то? Я иду к нечто. Идите. Я иду к нечто. Не мешайте. Останавливайте. Мне интересно было, куда человек идет. Он может же идти не только к нечто, но и к абсолютной идее. А вы будете верить, что он идет правильно. К изменяющемуся нечто я шел. Да. Задача у вас простая. Моменты становления. Моменты становления. Ну, моменты становления у нас и одно движение – это чистое ничто переходит в чистое. Чистое ничто переходит в бытие. Чистое бытие. Это возникновение. А чистое бытие переходит в чистое ничто – это прихождение. Да. Все приходящее. Все приходящее, да. Значит, раз они друг друга переходят, значит, они исчезают друг в друге. Ну, логично. Исчезают друг в друге, значит, и исчезает становление. Но... И надо осознать, что такое исчезание становления. Исчезание становления – это отрицание. Ну, это такое, это правильно, что отрицание, но все-таки, что такое для вас становление – это просто… Становление… Два движения друг навстречу друг с другом. А в целом-то что это такое? Есть у Гегеля по этому поводу высказывания о том, что такое… Определенность. Нет. Беспокойное единство – потеряй ничто. Беспокойное единство. Да. Только не абсолютное, нет абсолютного исчезания. Со стороны отрицания, то это будет… Было беспокойное единство, так сказать, оно привыклось отрицанию, исчезновению. Что тогда налицо? Наличное бытие. Спокойное простое. Спокойное простое. Да потом уже вы скажете, что это наличное бытие. Потому что было, так сказать, одно в другое, одно в другое, а теперь раз – исчезло вот это вот. И получили вы… Спокойное и простое. Разность между ними, исчезаясь. Да. Получили… Разность исчезает. Спокойное и простое одно. Вот это спокойное и простое одно и называется… Наличное. Наличное бытие. Хорошо. Всё? Да. Я считаю, товарищ. Зарачу свою понимать. Да. Я думаю, можно поставить зачёт. Значит, вот почему… Присаживайтесь. Почему полезно это проговаривать? Потому что мы шли не связанно со словами, с речью. Сусной или с письменой. И сфера – это для вас и для всякого начинающего. Она новая, неизвестная. Причём она очень абстрактная. Абстрактная, значит, пустая. Вы не привыкли к этому. Ваше сознание, мышление не привыкло к таким пустым понятиям, абстрактным понятиям. Вы привыкли… К таким богатым понятиям, которые только потому и богатые, что они такие абстрактные. Они богатые по сравнению с пустыми. Они такие абстрактные. С более абстрактными, то есть пустыми. И вот Гегель говорит, что нужно привыкнуть общаться с этими или обращаться с этими абстракциями. И вот товарищ Антон Геннадьевич, вот мы ему предоставили возможность поговорить, пообщаться, проговорить это всё. И он знает довольно хорошо, у него хороший текст здесь, близкий к Гегелю, надо сказать. Хотя, скорее всего, это недостаток. Но всё равно высказать или оперировать вот этим очень тяжело, как мы видим. И поэтому это не… потому что вы там какой-нибудь недостаточно развиты или недостаточно позанимались, а это сложная стихия. В какой-то мере помогает развить вот эту способность созерцания и мышления русские сказки. Скажем, Антон Геннадьевич, вы русские сказки знаете? Колобок, вы знаете? Сделайте одолжение, начните рассказывать. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была старуха со стариком. Решили они делать из пинчи хлеб. Так, вот этого достаточно, садитесь, пожалуйста. Достаточно, что сказку он уже забыл, сказывать её он не может. Он знает смысл и хочет этот смысл быстренько нам сам воспроизвести и по-своему рассказать. А профессора могут сказки рассказывать. А профессора должны чётко знать, как сказываются сказки. И сказать, что вот на сказках вот это созерцание можно развивать. Значит, не жили у Чёрного моря там старик со старухой? А, говорит как-то дед бабке, испеки мне Колобок. Совершенно чётко, совершенно определённо. И нету тут никаких вихляний в русской сказке. Возьмите текст классический, какой-нибудь Афанасьевский. Афанасьев Александр Николаевич. Значит, испеки мне Колобок. Речь идёт о бытие Колобка. Бабка ему сразу отвечает, никаких выкрутасов. А из чего я тебе испеку? У нас муки-то нету. То есть, идёт отрицание бытия Колобка. Чистое переход Колобка, только чистое бытие Колобка появилось. Название, просьба. Сразу идёт отрицание. Из чего я тебе испеку? Муки нету. По соседчикам поскребить. Не-не-не-не-не. Значит, дед ей, дед отрицает её. Дед ей сразу говорит. Иди по соседкам поскреби, по амбару помети. Глядишь и наскривёшь. То есть, он отрицает бабку. И бытие Колобка продолжается. То есть, становится Колобок, идёт становление Колобка. Она поскребла, помела, рассказывается сказка. Замесила как? На чём? Да, не знаю. Не знаете, Вы Колобка. Замесила на сметане. Причём, обратите внимание, у них ничего нету. Муки. Теперь, помазала маслицем. Это на чёрный день было. Помазала маслицем тоже. Муки нет, а масла у них нет. Поставила в печку остужаться. Идёт становление Колобка. Значит, испекла, помазала маслицем, положила на окно остужа отца. То есть, вот бытие Колобка уже налично. Вот оно есть. То есть, становление закончилось. Вот он есть, Колобок. Более того. Значит. Можете продолжить? Вот лежит он на окне. Это Вам не наука логики? Ну-ну. Лежит, лежит он. И что? И сохнет. Ну, кто продолжит? Да вдруг и покатился. Да вдруг, что это он вдруг покатился-то? Тут вот есть недостаток народной сказки. Тут мы должны народной сказке помочь. В чём недостаток? Недостаток в том, что до сих пор он был объектом. Его делали, лепили, пекли, мазали там, т-т-т-т-т-т-т, и спекли. Вот он есть бытие. А тут вдруг он становится субъектом. Он начинает действовать. И стало быть, ставит вопрос. Субъект – это что такое? Субъект – это тот, кто действует. Колобок начинает действовать. Поэтому тут нужен переход от субъекта к объекту. И переход такой. Это я придумал к субъекту. Значит, лежит-лежит колобок и думает. Чего что-то я здесь лежу-то? И сейчас меня съедят, и всё. Пойду-ка я лучше погуляю. Скатывается на пол и так далее. Со всеми подробностями дальше. Так что, если хотите развивать вот это абстрактное мышление, изучайте сказки, рассказывайте им. И детей с молоду, когда встречаете, научите. И чтоб они рассказывали. Чтоб они с детства начинали развивать вот это созерцание. И развертывание какого-то содержания, как объективного. Она вроде сказка. А на самом деле для деревьевника это некоторое объективное содержание, которое оно развивается. Это мы позанимались и с товарищем Коптюгом, и со всеми остальными прочими. А ему поставили зачёт, в отличие от других. Ну, совсем с тобой. Да. Сёмушкина, Дарья, Алексея Ивановича. Это у нас отложено? Нет, это просто лежит. Сёмушкина, Дарья Алексеевна, город Ярославль. Шестнадцатый вопрос. Понятие политической партии. Лаконично, но всё-таки, значит, с каким-то таким небольшим, но комментарием. Политическая партия – это политическая организация, выражающая интерес общественного класса, запятая, либо его слоя. Как? Правильно определение? Неправильно. Это вы-то знаете, Михаил Иванович, я не сомневаюсь. Что вы знаете? Я спрашиваю. Нет, я спрашиваю товарищей, только они не успели. Как-то не успели. Они уже учились здесь и знают, что такое партия, и могут оценить, это правильное определение или нет. Только политический класс, а есть классы, а слоёв нет. Да, не слоёв нет. Слои есть, а партия, это орган класса, а не орган слоёв. Да. Значит, для определения это неподходящее предложение. Здесь либо слои, конечно, здесь лишние. Почему? Партия – это политическая организация, выражающая интересы общественного класса. Или просто авангард класса. Всё. Теперь, мы более такое полное даём определение класса, определение политической партии, что партия – это группа единомышленников, организованная группа единомышленников, которая борется за государственную власть. За власть этого класса. Да, за государственную власть этого класса. Как бы понятно само собой. Поэтому вот это либо слое, оно в определении не идёт. Хотя понятно, что некоторые, особенно мелкие партии, они борются не только за интересы класса в буржуазии вообще, а и за интерес какой-то отдельной группы, отдельного какого-то слоя, с каким-то там оттенком. Зелёные. Они вроде за природу, они, конечно, за класс буржуазии борются. Это буржуазная партия. Она борется за интересы класса. А у кого-то там, у отдельных зелёных, может, действительно какой-то интерес есть в природе, в том числе экономический, какая-то у них экономическая деятельность в этом отношении. А больше сейчас это для борьбы с другими партиями. Вот мы видим, как германские зелёные борются с буржуазными партиями Германиями, потому что их подзуживают Соединённые Штаты Америки. Это какой-то агент американского капитала в Германии, борются против Германии. Да, она является авангардом этого класса, либо слоя. Ну, это уж сугубо неправильно. Авангардом этого слоя как-то это совсем не годится. Ну и так далее. Поэтому, конечно, чувствуется, что человек позанимался, что он вроде что-то такое нащупал и, значит, знает. Но вот этот изъян ещё есть. Зачёт на троечку. Я думаю, что с помощью нас он от этого изъяна, Дарья Алексеевна, от этого изъяна освободится и будет знать, что такое политическая партия. Слова класса. Слава класса. Вот что такое партия. Это Шаров Николай Владиславович. Город Лобинск. Дилектический метод, примененный к исследованию истории. История – наука, изучающая современное общество как результат предшествующего развития. Ну, можно и так сказать, конечно. Здесь важно, что история не абстракция от современного общества. История – наука прошлого. Причём это анекдот, может показаться анекдотом. Но я, когда был, кстати, деканом исторического факультета, как-то я в одном случае засомневался, что историк мой, доцент, историк, преподает историю России моим студентам, значит, не знает, что такое история, не знает, что такое понятие истории. Я его спрашиваю, Иван Иванович, история – это что такое? История – это наука о прошлом. История наук о прошлом – так можно сказать. В теологии – это уже о прошлом. Это можно сказать. Но это опять отрыв мышления от реальности, от предмета, от бытия. Это наука о формировании настоящего, о его формировании. Поэтому она и связана. Поэтому некоторые говорят, что история – это политика, обращенная в прошлое. Даже один остыроумец, не помню, кто, говорит, «История России непредсказуема». Почему? Потому что с каждым переворотом появляются новые взгляды на историю. Они видят по-разному формирование современной ситуации. И, конечно, у каждого класса свои по этому историки. И одни историю преподносят так, другие – это монархисты. Так мы, рабочий класс, изучаем и преподносим ее научно, с научной действительно точки зрения. Да, ну и рассказывает о Гегеле, о Марксе и Энгельсе, и говорит, что идеалистическая философия Гегеля была полностью переработана с позиции материализма. Ну и надо сказать, что не только философия Гегеля была переработана с позицией материализма, но и экономика, экономическая теория, политическая теория, другие теории, которые вошли в мировоззрение марксизма. Или были предпосылкой возникновения марксизма. Чопа Алексей Михайлович, город Екатеринбург. Вопрос 27 – насущный коренные интересы рабочего класса. Он как рабочий, как активный рабочий участник Российского комитета рабочих, значит, все хорошо изучил, все хорошо знает, поэтому можно его только поддержать, поставить за счет и не тратить время дальше. И пожелать успехов. Пожелать успехов в борьбе. Кашфулин Руслан Маликович, Ленинградская область, город Сердолова. Формальная логика и диалектика. Ну и надо сказать, что он тоже, значит, довольно серьезно и подробно отнесся к своему вопросу формальной логики и диалектика. Значит, хорошее у него предисловие, о формальной логике он довольно грамотно говорит, вспомнил не только Аристотеля как основателя формальной логики, вспомнил и математическую логику, их связь, о диалектике также рассудил довольно грамотно, вспоминает три закона диалектики. Да, науку и логики. Правильно они и высказываются глубоко, поэтому тоже ему надо поставить за счет и не тратить время. Или вы хотите комментарий какой-нибудь дать? Климов Александр Дмитриевич, город Мурманск, город моей юности. Я три года работал в Мурманске. А я один раз там был. А я потом туда приехал через 20 лет. Говорят, прошло время застой. По Мурманску, в Мурманске никакого застой не было. Я шел с вами один раз, но спиной вперед, потому что лицом невозможно было. Вот такой был свек, прямо за который сидит. Все залепло. А я приехал в новый город. Раньше он был такой желтый, желтые были дома. А приехал он такой светло-коричневый. Все застроены, все горы этими новыми домами. И строил их знаменитая бригада героя социалистического труда Травина или Травкина? Травкина. 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 Который потом заделывался демократом и был одним из организаторов демократической партии. До сих пор старик. Все что-то там делают не так, демократии нет. Думаю, ты же строил в этот период, который обозвали за стоем. Герой труда. Тебя высоко оценили. И ты теперь, значит, на побегушках у демократов, у капиталистов, которым ты не нужен, которые на тебя наплевали. И правильно сделали, кстати сказать. Да, а Климов, он не таков наш Климов. Климов, он серьезно, значит, позанимался. Вопрос у него, что значит термин экономист. И очень хорошо, во-первых, разобрался, значит, у Ленина с экономизмом и с критикой Ленина экономизма. Рассказал об этом движении экономизма. Вот я даже некоторых не знал. Так, Тароев. Так вы используете экзамены для самого... Миккер, да, вот он меня тут просветил. Мадаму Кускову-то мы же все хорошо знаем, почему, потому что она и в искусстве представлена теперь. Кричевский знаменитый, да, Лениного много критиковал. Прокоповича много там критиковали. А вот этих двух, это я не знал. А, это оказывается настоящая фамилия Мартынова. Мартынова-то мы, конечно, знаем Лениного критикала много. Вот я не знал, что настоящая его фамилия Пиккер. Будем знать теперь. Ну и так далее. Так что он показывает, как его Ленин правильно критикал, в работе что делать, указывает на то, что русские экономисты пропагандировали те же взгляды, что и бершинянцы в Германии. И, кстати говоря, Ленин, он очень хорошо знал европейское состояние партии или европейские партии, и буржуазные, и такие, значит, мелкобуржуазные. И поэтому очень хорошо делается это представление, и нам, и нас учил для того времени. А вот с Карменча мы как раз слабо представляем себе, что делается за рубежом. И знаем только отдельных выдающихся представителей типа Мартенса, который написал замечательную работу о Сталине. Новую. Да, но умер рано от рака. Так что я думаю, что Александру Дмитриевичу Климову из Мурманска надо поставить зачет и пожелать дальнейших успехов в работе. Это вы ему по блату поставили. Почему по блату? Ну, раз вы мурманчанин. А, ну, послойте. А там Струва указан? Как? Струва. Струва не указан. Как? Так, вот. Чего-то Струва почему-то не понравился. В экономистах. Иволев Илья Львович. Город Москва. Вот Москва, приятно, что она нас никогда не забывает и каждый год кто-то из Москвы присылает работы. Вопрос 14. Что такое политика? Политика – это классовая борьба за завояние, удержание, отшление обязанностей. Власти в классовых интересах. Диктатура классов, скобка. Да, очень лаконично, точно, глубоко, и она является борьбой теоретической, пропагандистской, агитационной и агитационной. Ну, и вот он не вспомнил, но мы можем сказать, что всякая классовая борьба, есть борьба политическая. Поэтому и политика, конечно, политическая борьба. Поскольку политика, есть отношение между классами. Классы – это большие группы людей. Кстати, да, вот, различающиеся по месту и дает полное определение классов. И вот мы можем с вами, значит, испытать чувство удовлетворения. Вот, скажем, есть известный историк, которого, наверное, вы слышали, видели в сетях. Спицын Евгений Юрьевич. Слышали? Он часто выступает. Кстати, и на телевидении «Центральном». Недавно вот он на ТВ. Я НТВ не смотрю, но тут что-то прокручивался, и на НТВ сидит списан, думаю. Да, интересно, с чего это он тут сидит. Начал его слушать. Его там пытаются вывернуть. Он у них считается марксистом, значит, и они его выворачивают на знак. Он там говорит ведущему, вы мне так не говорите, я постарше вас, имейте, значит, вежливость уважать. Ну, я уже заодно это. Заодно только это. И это правильно. Раз вы пригласили человека, вы к нему должны обращаться с уважением. Так вот, я к чему это говорю? Говорю, что списан при всём моём к нему уважении, он культурный, историк, грамотный, там много хорошего сказал, но много и нехорошего. И в частности, в таком простом вопросе, как определение классов. Он обращает внимание, что есть у Ленина определение классов, и начинает его воспроизводить неправильно. Но это никуда не годится. И он приписывает Сталину утверждение о том, что якобы не нужна диктатура полиэтиленов в европейских странах. Это никуда не годится. Причём ссылаясь на какие-то записи, которые делали другие лица. Хотя, как историк должен знать, что если нет стенограммы, и стенограмма не подписана автором, это не является историческим документом. И это он должен знать. Но вот наш товарищ, член партии, раскрыл это дело, раскрытиковал. Значит, ну и если вы говорите, что это определение Ленина, ну уж вы-то много, видимо, его раз вспоминали, но нужно точно воспроизводить определение Ленина. А когда он из него вырвал там две-три чёрточки и говорит, что это определение, он, собственно, обалгивает Ленина. Но это некрасиво, это не украшает человека вообще, а тем более, кто называет себя историком. Поэтому Иволев Илья Львович, он вот научился, и я думаю, что он таких вещей не позволит. Что такое политика? И связывает политику с экономикой. И этому он научился. У Ленина так и говорит. Владимир Ильич Ленин писал, что политика – это концентрированное выражение экономики. И при этом добавлял, что политика не может не иметь первенства над экономикой. То есть экономика имеет первичное значение во всем обществе, но политика играет главенствующую роль. Ну что, за счёт? Молодец, очень чётко, хорошо. Гержин Егор Анатольевич, Красноярский край, село Кожан. Ну вот приятно, что люди в сёлах довольно далёких Красноярского края читают, смотрят, изучают и отвечают на вопросы. И довольно грамотно. Вопрос 17 – момент остановления. И он, вот как раз в нашем духе, о котором мы говорим, как надо бы, говорили, как надо бы, он так и делает. Начинает с определения, потом находит прихождение в днегновение и показывает, как они переходят друг к другу. Так что Егора Анатольевича можно поздравить, что он молодец, получает зачёт и продолжает с таким же успехом дальше изучать и Гегеля, и классиков, основоположников марксизма. Саракиевский Ростислав Васильевич, тоже город Москва. А, он отвечает аж на раз, два, три. Саракиевский, наверное. Саракиевский, я как сказал? Саракиевский. Ростислав Васильевич, Москва, аж четыре. Вопрос он затрагивает. Но все лаконично, значит, в смысле определения понять, что такое политика. Политика из класса Вебера, завояние, удержание и уследие безознательности. Все, точка. Это хорошо, конечно, но в том духе, о котором мы говорили, что, конечно, нужен лаконизм, но всё-таки не до такой степени. Понятие капитала. А, понятие капитал. Это та стадия товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Ну, тоже правильно, но излишне лаконичность. Понятие капитала, если возрастающие стоимость. Ну, это правильно, конечно. Это тоже не излишний лаконизм. Поэтому, Ростислав Васильевич, дорогой, значит, нужно и отношения, или более подробно, какое-то кратенькое развертывание. А одного такого определения, тем более сжатого, значит, недостаточно. Хотя зачёт можно поставить. Чтобы эти основы выступали как основы, на которых что-то строится, а не так, что они положили цементные плиты, и все мимо ходят. Макарова Галина Александровна, тоже город Москва. Да, популярный вопрос, моменты становления. Много он вспоминается. Конечно. И я понимаю, товарищи, лучшие моменты наши. Я понимаю, товарищи. Почему? Потому что становление – это первая конкретная категория. Первая конкретная. И она очень важная. Почему? Потому что становление, вот эта логическая связь бытия и ничто, их взаимное прихождение, оно встречается во всём. Поэтому, когда человек схватывает, постигает вот это становление, он во всяком другом предмете, деле, процессе сразу ухватывает это становление. И на этом очень многие горят. Горят в том смысле, что они на этом останавливаются, им кажется, что теперь они всё понимают, и они начинают, значит, о себе думать, что они тут уже Гегеля превзошли. Они стоят наравне с Максом и Лениным, не говоря уж о покое. Мы превзошли. Мы-то само знали. Даже и нас они уже превзошли. И начинают, значит, из себя дуть мыслителей. Это большое заблудение. Не надо. Это первая конкретная категория, но это тоже большая абстракция. И нужно ещё много-много других категорий изучить, их связи, чтобы конкретно мыслить какое-то явление, какое-то процесс, тем более какую-то собственность и так далее. Но наш вот здесь слушатель, Макарова Галина Александровна, она как раз к этому, ко всему относится серьёзно и даже как-то творчески, я бы сказал. И, в общем, вот те моменты, о которых мы сегодня говорили, мы сегодня много говорили о становлении, а у неё это как-то очень сильно, она это хорошо, значит, схватила и хорошо об этом пишет довольно подробно, почти на страницу. Поэтому ей-то уж, конечно, надо поставить зачёт. Миронов Павел Алексеевич, Красноярск. Так, что такое политика? Это было, да? Политика – это классовая борьба за выявление и удержание и осуществление государственной власти. И это единое двустороннее определение. Тут есть определение политики передового класса. Политика передового класса прогрессивна. Политика передового класса – чистое дело. А «чистая» почему-то в кавычках. Это чистое дело, конечно, передового класса. Когда буржуазия была передовым классом в 17-18 веках, ее дело было чисто прогрессивное. И буржуазия на первых этапах, в первые столетия, она сделала много замечательных, выдающихся вещей, двинула человечество вперед. Собственно, создала революцию в науке и технике. Первые машины, рабочие и машину-двигатель, паровую машину, двинула вперед промышленность в общественный прогресс. И это дело было, конечно, очень чистое, благородное и так далее. Другое дело, что потом она законсервировалась, значит, потом с ней стали бороться, потом она стала реакционной, и нынче вполне реакционный класс. Поэтому, значит... Поэтому капитализм в молодые годы скоро работал, и боялся тогда, что у него от трудов засадится манишка. Да-да. А потом Абдуллевская Абдулляпы и легкую историю на пути в мир, как в своей кровати. Вот, это уже поэзия освоила. А нам, тем более, это нужно освоить, раз мы это изучаем. Ну и Павел Алексеевич, в общем, изучил, точно и лаконично, изложил, но вот это чистое и грязное, в кавычках, я думаю, что как-то это излишек. В творчестве, излишнее художество. Не стоит этого делать. Ну, теперь у нас есть очные товарищи, четыре человека. Из них еще не выступали, а один человек уже выступил. Так, вот, значит, туда хоть... Берете, поднимаете руку. Кто-то хотел так помогать, так сказать. Рассказываете. С учетом тех замечаний, которые Александр Сергеевич делал, он вроде не зря, так сказать, так налаживал, слаживал, чтобы было понятно. Имеет ли смысл вы рассказываете, если вы сейчас уже становитесь... Это имеет смысл для вас. Мы даем вам возможность поговорить. Вот о чем я говорил, рассказки, так и прочее. Вот надо проговорить это. Вы посмотрите, вас смотрят, во-первых, два канала записывают, и вас смотрит вся страна. Может, когда весь мир прогрессирует. Да. Ну, мой вопрос, я готовил момент остановления. Самый популярный вопрос. Мы на 8 мест прошли по всему. Движение, исчезновение, бытия... Да, так вы попробуете вот рассказать. Рассказать, да. Да. Сначала представлюсь. Карлов Павел, город Ленинград. Слушатель Красного. Карлов Павел. Павел, Павел, так, нам бумагу надо... Или мы сюда можем записывать? Вот сюда. Слушатель Красного Мерсвета. Вопрос 17-й момента становления. Движение, исчезновение, бытия, ничто и ничто в бытие есть становление. Вижу, что в данном движении есть два противоположных движения. Называете противоположные движения в одном движении моментами. Рассматриваю моменты. Точнее, рассматриваю. Первый момент. Ничто, переходящее в бытие. Называю такой момент возникновение. Второй момент. Бытие, переходящее в ничто. Называю такой момент прихождение. Возникновение и прихождение это моменты становления. Или становление представляет собой беспокойное единство возникновения и прихождения. Рассматривая, куда становление у нас делись бытие и ничто. Возникновение – это ничто, переходящее в бытие или, короче, ничто. Прихождение – это бытие, переходящее в ничто, короче, в бытие или бытие с некоторой определенностью. Подытоживая данный вопрос, можно отметить, что таким образом получили, что в становлении есть два момента возникновения и прихождении, момент возникновения является ничто становлением, а момент прихождения является бытие становлением. Очень хорошо. А вы скажите, пожалуйста, где это применять? Это к чему относится? Вы рассказали, как будто так, что это относится к становлению или к изменению, к прихождению или возникновению. А вообще, где это можно применить, то, что вы сказали? К чему оно применимо? Да, в любом движении, имеется в виду не в движении, как в механическом, а, собственно, даже в развитии человека, допустим, себя. То есть к вам применимо, а к нам? Конечно, и к вам. Но я сначала про себя говорю, потом уже про себя говорю. Ну, понятно, вы как человек, книгоист сначала про себя говорите, а потом уже понятно. Вот я сейчас нахожусь в становлении, у меня есть два момента, я развиваюсь, и в то же время я умираю, то есть перехожу. Не-не, это как человек, как биологический аренит. А я так заявку вашу понял, вы как марксист, как ученый, как теоретик развиваетесь, становитесь. Ну, так в этом смысле примерно поверните. Что тут у вас возникновение, что тут, прихождение особенно. Что возникновение, вот нам понятно. Обычное возникновение-то понятие. С чем вырастает и прихождение? Ну, расстаюсь, можно сказать, со старыми мыслями, со старой идеологией, с незнанием всего того, что происходит у нас в мире. Не то, что у нас вкладывали, а именно филистические идеи, отчасти религиозные и так далее. Здесь у нас, конечно, идет прихождение. Так, стоп. А внутри самого возникновения-то есть отрицание? Внутри самого возникновения? Да. Вот вы научаетесь, изучаете. А в нем, внутри, отрицание есть, прихождение есть? Конечно. Конечно, есть. Ну, в чем? Хороший он там. Да, хороший. Хороший. Да. Но он, на самом деле, очень простой. И он простой, да. Он хороший, но простой. Тут и вообще все простое. Ну, я что-то как сейчас даже запутался немножко. А вот как раз не надо путаться. Кто усвоил четко и понимает, что это именно так, тот не путается. А именно. Вот мы сейчас поготовились к зачету, у нас все знания свежие. А завтра утром сколько останется от этих знаний? Ну, надеюсь, хотя бы половина будет. Вот я тоже хотел бы, чтобы, по крайней мере, половина осталась. Но по исследованиям студентов, психологи исследуют студентов, как у них откладываются знания. И на другой день у них остается после экзамена 50 процентов, через неделю остается 30 процентов, а через год остается 10 процентов. И я думаю, что у кого 10 процентов отложилось, то это хороший результат. У таких, как вы, Михаил Васильевич, краснодипломников, у них, конечно, остается 60 процентов. С ума сойти. Понятно, да, что внутри отрицание есть. Еще вопросы есть? Так, есть у меня вопрос. А развитие что такое? Категория. Ну, это правильно. Да. Мы вообще занимаемся только категорией. Это двух моментов. Прогресс и регресс. А я не спрашиваю про моменты. Что это такое? Понятие. Что такое развитие? Движение от простого к сложному. Да. От простого к сложному. От низшего к высшему. Вот так будет хорошо. Спасибо. Ну и сразу про моменты. Скажу вам, что было. И опять же, не от одного к другому третий идет. А само низшее развивается в высшую. Развитие простого в сложное. Низшего к высшему в высшее. Все. Ну, можно поставить значок. Спасибо. Так, фамилия ваша? Карлов. Так, зачет. Следующий. Да, пожалуйста, выходите. Выходите, называйте себя. Хлопнов Борис. Хлопнов Борис. Хорошо. Мой вопрос был определение капитала. Капитал, если давайте кратко определение, это самовозрастающая стоимость. Что значит самовозрастающая? Это значит, что она возрастает внутри себя. То есть внутри обмена. Конкретно внутри процесса. При обмене возрастает стоимость? А я вот... А вы в это заехали как-то недавно. Так это нам это и внушает, что ребята, обменивайте. И так же уйдись. А я так вам веду, что оно на самом деле не только... Ну, оно не только возрастает там, но оно и не возрастает там. Ну, вообще... А в обмене вообще не возрастает. Ну вот, да. То есть... Это, во-первых, вы даете определение капитала или понятие капитала? Ну, я хотел бы дать понятие. Ну, так я согласен, что самовозрастающая стоимость не тянет на понятие. Для понятия надо другое давать утверждение. Что такое капитал. А тем более, это не очень верится, что вдруг стоимость... Вот вдруг она... Сама и возрастает. Сама и возрастает. То есть это, так сказать, нуждается... Цены. Сами растут. В объединении, да? Под самовозрастающая, я имею в виду, что она внутри чего-то возрастает. Внутри чего она возрастает? Внутри процесса обмена деньги, товара, деньги, штрих. В родственнице процесс обмена никогда не возрастает, молодорогой товарища. Согласен. То, что вы говорите, это совершенно неверно. Согласен. Ну... Потому что внутри обмена обмениваются эквиваленты. Ну, так что, куда мы разувели? Таким образом получается... Сейчас впадает это дело. Ничего внутри обмена, ничего не увеличивается. Где самовозрастание происходит, стоимость? Ну, оно происходит за счет того... А где? Подождите. За счет чего-то... В какой сфере? Где это происходит, самовозрастание, стоимость? Ну, в сфере производства товаров. Да, это правильно. В сфере производства товаров. Так. И кто эту самую стоимость создает? Создается она трудом. Ну, то есть... Ну, кто создает? Рабочий. Рабочий. Вот уже понятно. А не просто что? Вот он самовозрастает. Ну, раз самовозрастает, то вы рабочие не нужны. Стоимость сама самовозрастает. Идите домой и зарплату не требуйте. Согласен. А то вы так лихо начали, а на самом деле знаете живы. Ага. Значит, создает ту самую стоимость. Не обязательно рабочий. А если человек производит, не рабочий, а производит, скажем, капусту. И идет и выносит ее на рынок. Это будет товар. А тут он не рабочий. Он будет крестьянин. Но он и не капиталист. А? Но он и не капиталист. Нет. Но он производитель, но он другой класс. Вы классы-то как-то решите с ними? Мы же обсуждали именно определение капитала. Капитала вы даете? Да. Ага. Поэтому как будто бы здесь крестьянин не самый лучший пример. Если у вас все сводится к самовозрастанию стоимости, то прекрасно идет самовозрастание стоимости. И тогда, когда крестьянин работает, и вот и возрастает, и возрастает стоимость его продукта. Сельскохозяйственное производство. Сельхозпроизводство. Капусты все больше и больше, стоимости все больше и больше. То есть это вот очень есть краткие высказывания, но они нуждаются в выложении обстановки. Речь-то идет о чем? Где происходит вообще создание стоимости? В процессе труда рабочих. В процессе труда или на фабрике? Это правильно, что она где-то в процессе труда. В том числе и на фабрике. А фабрика знаете, что такое? Точно определение, боюсь, сейчас. А чего-то вы не знаете, что такое фабрика. Ну вообще капитализм себя показал, как фабричное производство. Правильно? Прилючно. А что такое фабрика? Ну... Ну я могу попробовать вывести это. Попробуйте. Можно пойти, наверное, от того тогда, что как раз таки фабрика является некоторым, ну то, что принес капитал, капитализм. Принес, а что до фабрики было? Что превратилось в фабрику? До фабрики что было? До фабрики было цеховое. Ну это то, что цеховое, то оно цеховое. А вот то, что важно, помнить и понимать, что это было, это было, какое, простое производство, да? Простая кооперация. Ко-операция. А кооперация как переводится на русский язык? Кооперация такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Я это вот определение запомнил, но не из-за того, что, так сказать, у меня память хорошая, а у меня нехорошая память. Но с этого же началось капиталистическое производство. Как только, вот, планомерно разделен труд, и сидят не просто люди, одно и то же делают, одни и те же табуретки, как говорится, а потом просто собирают их вместе и продают. Нет, они уже разделили труд. Это простая кооперация. Такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Поэтому капитал с самого начала выступает не просто как создание стоимости дополнительной, а как планомерное создание стоимости. А фабрика тем более. А потом монополий. Тогда это получается глубоко и красиво. А так это получается вроде бы неправильно. Вот о чем Александр Сергеевич говорил, что вроде высказывание правильное, притраться нельзя. Ну и из него вытащить, так сказать, какой-то глубины не получается. Но у него хорошая попытка, что раз он не помнит, он попытается сам вывести. Да, попытка не вывести, пожалуйста. А вы ему не дали. Вы начали произвести меня. У нас уже должен быть один добрый. Иначе это не соответствует записи, правильно? Я обращаюсь к тем, кто владеет записи. Так. Ну вот теперь понятно более-менее. Значит, не просто это самозрастающая стоимость. Она самозрастающая стоимость, это вы про нее можете сказать. Я могу вам сказать твердое тело. Если вас туда вот бросите, вы упадете. И против этого вы ничего не скажете. Вы же твердое тело. Скажут, я не все твердое. Ну не знаю, может, когда вы упадете, будете все твердое. Хорошо. Поэтому то, что вы сказали, это верное суждение про капитал. Суждение. Нужно добиваться определения. А в чем отличается суждение от определения? Ну, определение, ну, это такое качество, которое сохраняется в изменениях. Вот. То есть, что-то может быть там. И тут вроде бы мануфактура, а тут фабрика. А вот этот процесс самозрастания стоимости сводится к чему? Капитал. А можно сказать, что это сгусток труда рабочих. Ну, в принципе, можно. Накопленный труд, овечествленный труд рабочих. Вот это капитал. Другое дело, что капиталисты-то себе там, так сказать, положили. Но это не меняет дело. Это рабочие работали. Вот это, так сказать, теперь овечествлено в товаре. А товар – это вот богатство капиталистического общества. То есть, с одной стороны, вы правильно все сказали. Но это не должны быть такие вот ниточки или какие-то иголочки, на которых ничего не висит и ничего не связано. Это должно быть вот… Потому что, например, такой вопрос, как кооперация. Сначала кооперация простая, потом фабричная. Потом, вспомните, были эти самые не отдельные средства производства, а были специальные машины, которые на все станки работали, приводили. А потом появились отдельные станки, аппараты и так далее. Вот капитал. Самая взрастающая стоимость. А вот если, даже так вот, если мы посмотрим, а если вы постоянный капитал возьмете, он самый взрастающий? Ну, только что тогда, он не капитал? Вы же нам объясняли до сих пор, что капитал – это самая взрастающая стоимость. Я говорю, берем постоянный капитал. Он что, не капитал? И все, и вы поплыли. Да что происходит? Потому что это правильное высказывание. Вот есть правильность, есть истинность. То есть, на этом люди ловятся, так сказать. Вот для этого мы диалектику изучаем, что будет различать на 9. Да это правильно, то, что вы сказали. Я совсем не хочу, так сказать, это как-то отстранить. Но этого мало. То есть, надо показывать то явление, о котором вы говорите, так, чтобы было понятно, в чем его смысл. А вы различаете правильность и истинность? Мы тут несколько раз вспоминали правильность. Что значит правильность и что значит истинность? Да, различаю. Наверное, здесь нужно сказать, начать с того, что истина, она всегда содержит в себе противоречия. А правильность, ну, это противоречие не содержит. Соответственно, это одна из сторон. Одна из сторон, односторонняя истина. А вот у вас это правильно, что вы хотите, чтобы мы поставили вам или зачет, или не зачет? Это правильно, но не истина. А поистине, что вы хотите? Поистине, я хочу разобраться с понятиями... Красиво он, как вы слышите. Молодец. Дескать, мне плевать на эти ваши оценки, замечания, мне бы разобраться. Вот именно. Вот. Это очень хорошо. Вот это вот поворот. То есть, вы тогда уже взяли, так сказать... Ну, тут надо зачет ставить. Все оставим. Спасибо. Пока не поздно. Лазарев, Вячеслав Михайлович. Слушайте, красный университет. Определение, определение вопросов. Ну, само сформулировки, если начать, качество, которое в себе, в простом нечто и сущностном, находится с другим моментом этого нечто, в нем бытие, есть определение. А я останавливаю вас. Все правильно у вас, все хорошо. Показываю, в чем разница, чем люди, так сказать, выигрывают, которые, значит, поднаторели. Они говорят то же самое, то, что вы сказали. Что надо ответить? Какой вопрос? Определение. Определение. На какую оценку? На максимальную. На какую оценку высказывались? Вроде все правильно. Ты скажешь, вот это качество, которое с тебе там прячется. Нет, вы вообще марксизм распространяете вообще? Вы, так сказать, вы за дело рабочего класса? Да. А что он такой хлипкий такой голос? Учусь. Ну, это тоже логично. Учусь. А вот Ленин прямо говорил, человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. Ой, это Сталин говорит. Сталин. Сталин. В этом отношении Ленин настоящий глобный орел. Это хорошо же, с орла взять пример. Согласен. А так все у вас правильно. А видите, здесь правильность, есть истинность, есть хорошо, есть отлично, а есть прекрасно. И здесь замечательно. Так, идем дальше. Ну, то есть, это у нас же пропагандистский в то же время университет, правильно? Нам же не просто нужно, вот нас спросят, а мы скажем. Это вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, мы же должны агитировать, объяснить им, правильно? Позвать за собой. Пойдемте с нами. Правда, я не знаю, может, нас всех убьют. Ну, пойдемте. Ну, так нельзя агитировать. Наше дело правое. Враг будет развит, победа будет за нами. Ну, тогда идем. Так точно. Вопрос называется определение, определение ядрости. Да. Определение, определение. Можно показать движение к этому. Да. 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 Хорошо. Я бы начал с нечто. А? С нечто можно начать. Начинайте. Можно сделать, как выучать. Как результат рассмотрения нечего. Да, то есть, показать генезис этого определения. Это тоже вот, это тоже такой подход. Ведь человек не запомнился, бум-бум-бум-бум-бум. А он знает, откуда это все пришло. Есть нечто. Нечто нечто, это определенное наличное бытие. Так. Если короче, это наличное бытие, которое содержит себе становление. Становление есть. Но это вы уж заехали и совсем далеко назад поехали уже. Ну, мне нужно... Причем это тоже можно. По этим категориям можно вернуться и назад. Личное бытие содержит становление, в котором есть два момента. Бытие, то есть, само нечто. И другое нечто. И другое. Неважно, что рассматривать, что брать за нечто, что брать за другое. Если одно нечто, то другое нечто, другое. И наоборот. Ну, мы его называем иной. Иной. Или иное. И есть, поэтому, такая сакраментальная фраза. Иное иного есть. Ино. И сразу вы можете получить сразу результат. Нечто и другое, они находятся вне друг друга. Или не находятся. Нечто и другое вне друг друга? Ну, так... Нет такого. Неоткуда это не следует. Ну, по крайней мере... У вас есть нечто иное, они переходят вновь в другое. Как же они вне друг друга? Они с одной стороны вне, а с другой стороны и вне. Ну, если они в единстве находятся, как же они вне там находятся друг друга? Побойтесь Бога. Ну, вообще, я тоже так думаю. Просто недавно пересматривал, какие материалы наши. А для того, чтобы рассмотреть иное само по себе, нужно к этому прийти же. Только вы уже почти пришли к вам. Вам остается то, чтобы сформулировать, что иное и иного есть... Иное. Иное. Это вот... Вот, вот, великая фраза. Иное и иного есть иное. Здесь есть и равенство с собой. И не равенство с собой. И движение тут есть. Здесь нет никакого покоя. Красота. Иное иное есть иное. Да, иное равно в самом себе иное. Да, и вот теперь вы то, что иное иное есть иное, применяете к чему? К определению, правильно? К определенности. К определенности. И тогда определенность тоже, если она попадает в эту мясорубку, и тоже она уже получается, это определенность. Так что она здесь с одной стороны и иное, и переход в иное. И остается тем же самым, чем она была. Потому что была иное и сталось иное. Поэтому определенность, она у вас не исчезла. Потому что это не такая вещь, которую можно взять, вывернуть и убрать из нечто. Определенность нечто... Это же определенное на личственном бытии. Да. Ну вот рассмотрев определенность, да, если не рассматриваем, определенность, это качество. Да. Получается, что это качество, которое в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. А вот в нем бытие вы как понимаете? А в нем бытие, это в себе бытие. А оно как раз в нем бытие, на самом деле, понимается так, что оно выходит наружу. Ну выходит наружу. Выходит наружу. А если оно в нем бытие, то значит оно всегда погружено. Одним концом погружено, а другим концом оно выходит наружу. Иначе оно бы тут просто внутри было, а оно в нем бытие. Ну хорошо, это такое непростое. В нем бытие. А примеры? Примеры определения. Да. Определение или вот это в нем бытие? В нем бытие это... Ну вот мы с вами сейчас общаемся, и в нем бытие это то, что я говорю истинно, то есть в процессе улучения. Сохраняя себя как марксиста в диалоге с преподавательным. И разве... Нет, он хочет сказать, что вы хотите от меня оттолкнуться, а я в нем бытие, и из этого ничего не выйдет, потому что в нем бытие, оно же и в себе бытие. Поэтому никуда его не тянешь. Все в порядке. И все правильно. Да, молодец. Хорошо. Хорошо. А, ну, мне надо записать. Затерт. Запишем. Затерт. Так. Вячеслав Михайлович. Лазарев. Разве нет такого, что нечто, видимо, вне друг друга? Ого, нечто. Вне друг друга? Нет такого вне дела? Нет. Такое, как рассуждение. Они вне друг друга, можно про них сказать, потому что какой-то конец выходит за это нечто, иное. Они же отличаются. Раз они отличаются, в этом мысле они вне друг друга. Не так они вне друг друга, как вы сидите вдвоем. А надо вот некий симбиоз, когда у вас две головы, и четыре руки, и четыре ноги. И вы и с одной стороны связаны, и с другой стороны вы в то же время разделяетесь. Потому что тут нет вот этого отделения. Такое, что вот это вот просто наличное бытие, а это вот, если уж пошло в себе бытие, и бытие длинного, вот все горит, все едино. А потом больше все время рассматриваем это единство бытия и ничто. Ой, извините, да. Я имею в виду, при первом рассмотрении они как вне друг друга. А потом, конечно, они не вне друг друга. Как реальность и отрицание. Вы же и реальность, и вы же отрицание. Они есть в особо вместе. И в то же время одно и другое мы рассматриваем отдельно. Ну, у нас еще есть желающие выступить. Вот, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Короткий Юрий, город Калининград. Короткий Юрий. Юрий, город Калининград. Мой вопрос был также связан с капиталом. Я полностью солидарен, солидаризируюсь с предыдущим спикером, который выступал на эту тему. И со всеми замещениями от уважаемых... Здесь спикеров нету. Спикеров в Госдуме. А, нет, в Госдуме тоже нет. Они переименовались в американском парламенте. В американском парламенте. Хотелось бы осветить такую сторону капитала, как ресурс, который направлен на получение какой-либо прибыли. Видов капиталов может быть великое множество. Основной, переменной, финансовой. Хотелось бы выводить рассуждение из стремления капитала, как капитал и как какое-либо дело, выходящее целью капитала, является максимальное получение прибыли при минимальных издержках. Но такого не бывает. Минимальные издержки ноль, а при минимальных издержках ноль, прибыль будет ноль. Поэтому эта фраза такая, она к виду красивая, но... Ну нет, минимизировать, стремление минимизировать издержки и получать... Да, даже в математике таких задач нет. Либо задача идет максимум результатов при данных затратах, либо минимум затрат при данном результате. Поэтому это вот то, что вы сейчас говорите, это такая математическая безграмотность. Согласен абсолютно с вами. Хотелось просто уйти в немножко другую плоскость. А вот вы его увидите в другую плоскость. Лучше скажите, вы же берете о капитале самовозрастающей стоимости. Кто обеспечивает самовозрастание капитала? Какой капитал самовозрастает? Который вложен в тот капитал, который в руках рабочих. Да? Капитал в руках рабочих? Нет. А не капитал, который создают в руках капиталистов. В руках капиталистов. Как называется тот капитал, который создает прибавочную стоимость? Ну вот сумма. Не сумма. Не надо. Какой капитал? В голове связи есть, и вот их надо развести. Какой капитал создает прибавочную стоимость? Постоянный создает? В том числе, конечно. Не в том числе и не конечно. Постоянный капитал стоимость не создает, он переносит свою стоимость на продукт, на товар. Так что это грубая ошибка. А вот я спрашиваю вас, а какой капитал создает прибавочную стоимость? И как он называется? По-другому поставь вопрос. Кто создает прибавочную стоимость? Работники. Нет, не работники. Потому что работник я, вот я работник медицинский. Или я работник бухгалтерский. Какие работники? Не работники, а рабочие создают. Рабочие. А рабочие, это те люди, которые непосредственно создают материальные блага. И ничего другого у них, кроме своей способности к труду, нет. Их уже настолько освободили от всего, как сказать, они уже не крестьяне, у них ничего нет, они участвуют, ни коровы, ни козы, ничего у них нет. У них есть только руки. И вот эта вот, так сказать, вот та сумма, которую затрачивает капиталист на то, чтобы заплатить рабочему, и пусть работает. Как называется? Какой капитал? Это зарплата их? Ну, как называется вот этот капитал? С точки зрения... С точки зрения... Вы что-то умеете с максимумом? Да. С точки зрения капитала. Капитал какой-то. Какой капитал-то? Переменный. Ну, вот, слава богу. Нет, видите, бог есть, оказывается. Главное, чтобы с ним связи устанавливались. Да, вот я чувствую, вы долго очень устанавливали. Мы и так тут на пятом этаже. Вроде бы связь хорошая, наверное, мы с ним. Ну, вот все. Просто там тут что было? Значит, переменный капитал. Переменный капитал, это что? А это в таком обычном виде, это что? Это зарплата. Зарплата, вот сумма зарплаты, которая выдается тому самому работнику. Зарплату эту выдают, тогда, когда уже создана она, этот капитал. Конечно. Да, уже он, уже и прибыль создала, ему только зарплату и дают. Сплошь и рядом. То есть работник авансом выдает свой труд. Да, совершенно верно. А с этого получает у капиталиста часть переменного капитала. Вот так хорошо. А иначе вы не из той степи, так сказать, зашли. Вот переменный капитал, это, так сказать, по существу, а веществленный труд кого? Работника, который создает. Опять рабочего. Работник, рабочего, рабочего, да. Вот я работник, ничего я никогда не создаю. Ну, имеется в виду, может быть, Михаил Васильевич в том числе и научно-технический какой-то персонал. Ничего подобного. Например, они руководят рабочими. Ничего, ну и что? Ну и руководители. Никакой капитал, кроме рабочего класса, кроме переменного капитала, стоимость не создают. Никакой. Никакой капитал, он стремится сделать деньги вне каких-то моральных критериев, как, скажем, например, если человек понимает, что можно построить завод и на этом сделать деньги, он это делает. А и также аналогично он поступает, если можно разрушить саму. Ну, мы-то знаем, что все равно делают, все равно будут строить хоть завод, хоть разрушать завод, и то будут опять пришлют рабочих, чтобы они разломали эти центры. Никуда вы не денете только эти рабочие. То есть, как же можно делать и на плюсе, и на минусе? Все, что угодно. В отличие от того, что он официализм, когда... Это же вы о ком говорите, о капиталисте. Да. А что такое капиталист? Ну, эксплуататор. Ну, это правильно, но вообще это персонифицированный капитал. Чтобы правильно говорить про капиталиста, надо хорошо знать, что он персонифицирует весь капитал. И переменный, и постоянный. Но также может быть и государственный капиталист, который не так персонифицировал, как который руководится... Какая разница, кто руководит государством? Ну и что? Ну и что? А что, государство не может быть капиталистом? Да, я про это говорю, что может быть размыто понятие. Ничего тут не размыто, ничего тут не размыто, не обычный капиталист, только название государства и все. О чем разница? Но там какие-то персоналии могут быть как менеджеры, как Миллер, там... Эти персоналии не относятся к чему? К менеджеру, к управленцам. Да. Рабочие приказчики, классы буржуазей. Лейбл, лейтенцент, капиталист класс. Рабочие приказчики, классы буржуазей. Вот они ходят, над всеми командуют, значит, из всех высасывают соки, но основные, так сказать, капитал все равно получает капиталист. А они получают меньше. Ну, гораздо больше, чем рабочие. Такое всего. Но если ты находишься близко к управлению, ты можешь получать гораздо больше, чем какой-то тот же самый... Вот я и стремлюсь, да, я и в развитии, поэтому здесь в управлении с Александром Сергеевичем Витя. Получают то, что создали на работе. Но все равно... Я говорю, что государственный чиновник, находясь на госслужбе, может официально получать гораздо больше ресурсов, чем подчас... Ну, в Думе 400 тысяч получают, а вы идите и ищите 400 тысяч, не так найдете быстро такую работу. Но это 400 тысяч, это как бы официально. Это то, что депутаты дают супруге. А остальные 15 миллионов он тратит в другом месте. Остальные вы увидели на этой ночной вечеринке, которую Ивля уже не давала. Говорит, там потратились, например, 130 с лишним... С них миллионов собирается обратно взять и так далее. Или миллиард с них с тряси. Вот вам, пожалуйста. То есть люди далекие вообще от всякого производства и далекие от капиталистического производства. Они уже... Это люди, которые тратят прибавочную стоимость, и тратят ее для того, чтобы демонстрировать свое богатство и унизить, чтобы унизить всех трудящихся. Вот вы, Лазарев, вы работаете, а вы никто не считал. А мы вот, видите, какие мы. А они считают, что мы сами себя нанужем, наверное. А нам плевать, что они считают. У нас марксизм тут. Так, ну, так сказать, как? Мы разобрались сегодня? Что-то вас в голову. Благодаря выходу я хоть что-то понял о переменном капитале, о том, что он существует и то, что он... Переменный капитал. Вот переменный капитал – это деньги, выделенные на зарплату. Вот и все. Но эти деньги, которые выделяют на зарплату, сначала рабочий создаст, и он уже создаст зарплату, еще ему зарплату не дают, и только ему там где-то во второй половине месяца выплатят зарплату. А уже он создал и зарплату, и прибавочную стоимость, и так далее. А, Михаил Васильевич, а вот износ инструментов... Износ инструментов и... Конечно, износ материалов. И там где инструменты – это постоянный капитал. Читайте капитал. Вы Маркса капитал не читали. Это очевидно без всяких... Без очков, без микроскопов. Потому что у него все, я бы сказал, некоторые говорят, что уж слишком все подробно у него разжевано. Ну, все разжевано, все категории, все там... И постоянный капитал, и переменный капитал. Потом второй том – это вы создали, а магазин не привезли. А вот эти все поездки в магазины, все эти товары идут с этой точки земли, в ту точку земли, на самолете, на поезде, на этих самых автомобилях, где угодно, на кораблях, на самолетах и так далее. Где это? Это второй том капитала. А иначе вот вы здесь, мы здесь создали продукт, вы умираете из голоду, а мы здесь тут сидим и объедаемся. Потому что надо доставить еще на тот край земли. И крайний край земли доставят мощные идут корабли, как вы знаете, с этими соответствующими грузами. Вот. Существуют. И на самолетом доставляют, и по железным дорогам. Это один. Это дом второй. А дом третий – это вот там, где уже и танцульки, и где вот такие бирюльки. Когда, значит, эти люди все мучаются, рабочие такие, такие, такие-то. И даже нерабочие, которые все-таки полезные вещи делают. А эти проедают просто все. И им доставляют удовольствие издеваться над людьми. Сказать, вот у вас-то вы так-то не кушаете, как мы. А, значит, зачет можно поставить? Можем. Так, у нас еще есть один товарищ. Поставили, да? Значит, вас зовут? Потяткин Олег. Потяткин. Город Ленинград. О, вот это хорошо, что Ленинград. Так, у меня 29-й вопрос. Коммунистическое движение в России и в мире. Ничего себе. Ну, конечно, это мы добра. Со слов, значит, Фридрих Энгелс и Карл Маус в манифесте 48-го года писали «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». То есть в те годы коммунистическое движение в Европе, но, соответственно, в России, уже было. Зайдя во всемирную паутину, я забил коммунистическое движение, и мне интернет выдал 25 партий, объединяющихся словом «коммунистическое». Ну, рабочая партия туда не попала, понятно? Нет. Рабочая партия там есть. Есть? Да. А, конечно, слово «коммунистическое» нет. Так я говорю объединяющихся словом «коммунистическое», но это не означает, что оно в названии не будет. Понятно. Вот. Значит, кроме рабочей партии России, которая находится в стадии становления, остальные 24 общественных объединения осуществляют свою деятельность в основном в мелкобуржуазных интересах. Ну, со своей точки зрения, как служитель первого университета, значит, ну, немножко еще сказать, что под коммунистическим движением я считаю, что мы должны понимать борьбу рабочего класса за свои права под руководством соответствующей партии. За права или за интересы будем бороться? За интересы. Вам каких-то прав не хватает или вам нужна борьба за экономический интерес? И экономический, и политический. За интересы все-таки? Да. А иначе это очень слабо. Права. Да есть у вас. Это так спрашивают. Пришел человек к адвокату. «Имею ли я право?» Он говорит, да имеете, имеете. Ну, я хочу спросить, имею ли я право? Он говорит, да имеете, имеете. А могу? Нет, не можете. То есть вопрос не о правах, а вопрос, так сказать, о том… Об интересах. Об интересах экономических, да. Ну и как слушатель первого отделения, каким образом я должен участвовать в коммунистическом движении? Я считаю так. Первое – это изучать основу марксизма и ленинизма, чем я здесь и занимаюсь. На своем рабочем месте показывать коллегам о том, что нет всего общего понятия справедливости, а есть борьба между классами. Ну и, соответственно, разъяснять им, что те знания, которые я получаю, они позволяют, как говорится, мне видеть, что капитализм в конечном итоге при моей жизни или не при моей, но закончит свое существование и построится бесклассовое общество. Кому? С помощью рабочих. Ага. То есть рабочих хоть помогать будет, а так самоустроится самоуционально. А не этого добьется. Ну, к третьему… Будет создавать коммунистическое общество все-таки, так я не понял. Значит, коммунистическое общество будет создавать пролетариат под руководством соответствующей партии в данном случае. Так более-менее понятно. И трудящиеся будут другие в этом тоже участвовать. Естественно. Потому что руководящей силой будет не партия здесь главный руководитель, а главный руководитель социалистического общества – это кто? Пролетариат? Рабочий, он уже не пролетариат, потому что он не лишенный собственности. Если он уже установил социализм… А будет общественная собственность. Да. Если он уже установил социализм, то вот рабочий класс и есть вот тот руководитель общества. А у него есть партия – это само собой, как голова должна быть. А один рабочий класс может все сделать? Не может. Даже Ленин говорил, что не все рабочие могут руководить. Только городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. А остальные не в состоянии руководить всей массой трудящих эксплуатированных. Спасибо. Есть еще? Да хватит. Хватит, да? Значит, товарищи, я думаю, что у нас было очень интересное и содержательное мероприятие. Смысл этого мероприятия, конечно, не в том, чтобы мы что-то спросили, а вы что-то ответили. Правильно? Мы использовали то время, которое выделяется на это дело. И, с одной стороны, для того, чтобы оценить все-таки довольно строго, все-таки отвечает человек на вопросы, но не отвечает. И второе – побудить товарищей глубже идти и не сводить дело вот к тому, что вы от всего отвлеклись и рубленными фразами где-то что-то сказали. Потому что все соединено, на самом деле, в одно. Правда? И раз все соединено в одно, то эту ситуацию надо учитывать. В том числе и ситуацию, которая у нас. Учитывая эту нашу ситуацию, я бы хотел отметить особо, что вот мы, сколько уже, 8 лет вы говорите? 12. 12. 12 лет мы пропагандируем марксизм, ленинизм. Три источника, три составных части марксизма. Кто-нибудь хоть бы попробовал нам помешать? Вот какие в России существуют условия. Почему? Они существуют исторически, потому что под нашим этим капитализмом находится социализм. У нас капитализм на основе социализма. Поэтому воевать против, скажем, марксизма, против Ленина, против Сталина, против партии коммунистической, очень тяжело. Поэтому особенно и не воюют. Поэтому надо эти особые условия использовать. Мы совершенно открыто в течение многих лет, вот вам 12 лет, пропагандируем это. У нас есть партия, которая более жесткие условия выставляет, чтобы не просто вы кашу варили, а еще бы вы газеты раздавали. На заводах пришли и раздали трудящимся, чтобы они это все узнали. И, так сказать, они у нас вот 55 тысяч издаем газеты. И с утра идут люди и раздают 55 тысяч газет. И мы вот все, так сказать, уже люди, ну не самые молодые, мы все вот всю жизнь в свое время раздавали газеты. И Александр Сергеевич раздавал, и я раздавал. И это было постоянно, потому что у нас влияние идейное, у нас... Вот посмотрите, что вот от КПРФ идет? Ничего не идет. Ну ничего не идет. А у нас газета есть. Газета существует с 91-го года. Идут и идут. На всякий случай вторая у нас есть в этой же газете за рабочий класс. Зарегистрирована сейчас. Никто не мешал нам регистрировать. Другое дело, что надо этим заниматься. И если, так сказать, этим будем заниматься и правильно действовать, то, как говорил Ленин, верной дорогой идете, товарищи. Поэтому я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего собрания и, так сказать, экзамена, зачета. И тех, кто записывает у нас. Вот они трудятся для того, чтобы это все было широко разнесено под Новый год всем, чтобы знали, как надо заниматься. Вот. И для тех, кто еще не сдал, но еще имеет возможность, то есть, товарищ Мордовин сказал, что вот все товарищи, которые по каким-то своим личным условиям, обстоятельствам не смогли успеть, присылайте по тому же самому адресу, присылайте свои ответы. И мы эти ответы будем принимать до 1 февраля. Вот. Для нас, понятно, это дополнительная нагрузка. Ну, а без этого не бывает. Вот. Без этого не бывает. И мы должны эту задачу решать. Поэтому число людей, которые разбираются в марксизме, в генинизме, то есть вообще разбираются в хитросплетениях нашей жизни, оно все время увеличивается. Причем мы для этого делаем очень много по сравнению с тем, что сегодня дают ВУЗы. Сегодня ВУЗы, к сожалению, они в таком разбитом состоянии. И той теории нет, и новой нет. И пятая часть преподавателей уволена. И они все трясутся, куда их пошлют и что с ними сделают. Поэтому мы, как проработавшие всю жизнь в ВУЗах, хотим сказать, что в таком жалком состоянии ВУЗовская наука и ВУЗовское преподавание нигде не были. Поэтому мы держим здесь марку. Красный университет, он красный еще и не только потому, что он красный, а красный потому, что он настоящий. Спасибо. Зачет – это форма не только контроля, но и форма учебы. И я думаю, что вы сегодня хорошо поучились. И я думаю, что среди прочего надо вынести такой вывод, что вот поучились, и здесь есть момент с одной стороны учения, с другой стороны – тренировки. А тренировка, она вот не только на занятии сегодня вы потренировались, да? Но и дома, значит, вот размышляете, рассматриваете, учите рассказывать сказки, значит, детей своих учить и просить рассказывать. Что вот этот процесс тренировки, он все время был. Как скажем, мы с Михаилом Васильевичем до сих пор тоже тренируемся. Он вот еще и кружок ведет по диалектике. Это своеобразная постоянная тренировка, постоянное улыбление. Поэтому и вам мы пожелаем тренироваться, улыбляться и таким образом развиваться. Надежды ни на кого нету нынче. Вот я вам говорил про Спицына, про других товарищей. Не на кого понадеяться. Надежда только на рабочий класс и вот на те силы, которые готовит Красный университет, ну, может, еще есть какие-то. Мы видели, в то время, когда нужно было выступление историков, их нужно было искать днем с огнем, я нашел трех человек, например, всей стране, чтобы они шатровские пьесы оценили как гнусные и анти-ленинские. Да, вот так. А сейчас они высаживают, как горох. Рассуждают, рассуждают, что тогда было. Расскажите вам, что было в таком году. Я почитаю, потом вам расскажу. Потом вы пойдете, почитаете и расскажете. Потом третий пойдет, почитает вам. И все так будет вроде как все хорошо. А что? И все мы погрязли в прошлом. Вы не собираетесь? Даже, скажем, вот Сталина очень сильно уважают. А что, читают его Сталина? Здорово? Не здорово. Ну, все 18 тому. Возьмите и прочитайте. Нет, будут спрашивать, а что Сталин говорил по этому поводу? Что он делал по этому поводу? Вы еще безграмотные люди, крестьяне. Прочитайте и узнайте. А враги о нем наговорили чуши, оболгали. И им это преподавали в школе и в вузах. И у них вся голова этой чуши о Сталине пал. Поэтому, конечно, кто хочет разобраться, тот должен читать и Сталина, и Ленина. Мы всякие облегчающие вещи делали. Вот есть обсуждение работ Ленина. 45 томов висит в интернете, который мы сделали там Судовиченко. И обсуждение 18 томов Сталина тоже. Ну, и других произведений уже Маркса, Энгельса, Ленина. Но, прежде всего, и Ленин, и Сталин. И обсуждение это есть. И никто, так сказать, вам не мешает это самому изучать. Потому что, ну, вы скажете, что вы от нас научились. А думаете, вы от Ленина хуже научитесь, чем от нас с Александром Сергеевичем? Или от Сталина? Ну, да кто мешает вам иметь этих учителей? Чтобы иметь этих учителей, надо просто садиться и читать. И все. Ну что, хватит, Михаил Васильевич, на этой оптимистичной ноте. И для этого нужно тогда шестичасовой рабочий день. Мы больше будем. Во, вот давайте бороться за шестичневый рабочий день. Спасибо. Не делай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok